Такие видео буквально за несколько секунд заполнили соцсети Могилевчан. Первый летний дождь 2023 выпал с неожиданным дополнением в виде града. И все же горожане радовались, ведь до этого им не только самим приходилось спасаться от зноя, но и спасать могилевскую зелень. Если верить синоптикам, такой длительной засухи в наших краях не наблюдали уже больше семи десятков лет. И если горожане спасаются от зноя где-то у водоемов или ларьков с мороженым, растениям приходится гораздо труднее. Цветы, кустарники, деревья усыхают. Именно поэтому Минприроды запустила экстренную акцию «Поли дерево и спаси ему жизнь». Такие акции для учеников первой могилевской школы не в новинку. Даже на каникулах. Здесь понимают, в жару коммунальным службам без нашей помощи с поливом просто не справиться. Ребята с лейками и ведрами в местном саду – дело привычное на протяжении всего теплого сезона. Илья, расскажи, чем вы здесь сегодня занимаетесь? Сегодня мы принимаем цветы, так как надо поддерживать природу. Два-три ведра в день – это все-таки не так тяжело. Но природа будет сохраняться, вести все будет красиво. А часто вы такие акции проводите? Почти каждый день. С силами ребят мы посадили сад мечты, в котором на данный момент около десяти деревьев. Это молодые яблони, молодые сливы, груши. В этом году там даже появились первые плоды – это маленькое яблоко. Непосредственно на территории присутствует много клумб с разными растениями. И их ежедневная помощь – это полив непосредственно вот этой всей красоты, которую мы стараемся сохранить. Бережем свое? Естественно. Беречь свое ребят здесь учат в рамках летнего лагеря труда и отдыха «Виктория». На каникулах ученики проводят здесь каждый будний день и приносят пользу родной школе. Это может быть какая-либо работа внутри школы, то есть где-то помочь что-то перенести, какие-то подклеить книги, где-то помочь еще кому-то, кому нужна помощь. Ну вот опять же полить. Да, полить. Вот это такая уличная работа тоже, где-то что-то подмести, полить. Это все наше, такая трудовая деятельность. Но тебе нравится в лагере или может быть ходил бы, гулял бы там где-нибудь по городу? На самом деле да. Здесь создается такая атмосфера очень интересная. И это просто вот заряжает энергией. Учишься как бы делать что-то сам своими руками. Как-то практикуешься, практикуешь эти навыки. Проблему с усыханием растений первые летние кратковременные дожди не решат. Уж слишком долгой была засуха. К тому же синоптики говорят, жара усилится. А потому присоединяйтесь к акции «Полей дерево и сохрани ему жизнь». Продолжение следует...